МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко, главное. Продолжение следует. Правительством Дагестана утвержден проект 150 школ. Их служба и опасна, и трудна. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Кто посеет и пожнет, тот зимой не пропадет. Дагестан приступил к уборке о зимах зерновых культур. Мэрия Москвы выделила 350 миллионов рублей на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Проект будет функционально разбит на зоны проведения государственных событий и праздничных и развлекательных программ. Предполагаются дополнительные зоны отдыха с бесплатным Wi-Fi. Планируется также высадка деревьев и замена устаревшего плиточного покрытия. На выделенные деньги также отремонтируют памятник Ленину и трибуны рядом с ним. Ремонтные работы ведутся согласно графику. Пока что проводится экспертиза проекта. Не исключено, что завершить работу удастся раньше намеченного срока. Это до конца осени. В правительстве Дагестана утвержден проект 150 школ, направленный на обновление материально-технического состояния учебных заведений республики. Согласно условиям реализации проекта, органы местного самоуправления городов и районов смогут получить из регионального бюджета софинансирование в размере до 2 миллионов рублей. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. 100 школ сдали, на очереди еще 150. В развитии запущенной в 2018 году программы нуждается и 36-я школа. В учебном заведении накопилось немало проблем. Директор Касаева Ульяна признается, проект позволит решить многолетние проблемы. Будет обновлен фасад, медицинский кабинет, произведен ремонт в столовой. Школа построена в 1962 году. Довольно-таки уже старая школа. Износ школы 53%. Это говорит уже о многом. Последние 17-18 лет мы работали три смены. Естественно, большой износ школы. И нам бы хотелось бы создать более комфортные условия для наших детей. Новшеством 2019 года является увеличение числа участников проекта до 150 учреждений. Финансовой поддержке подлежат не только действующие школы, но и строительство дополнительных корпусов. Город Махачкала подавал заявку по 43 образовательным организациям. Из них 37 образовательные организации прошли конкурсный этап и получили финансирование. Итого на реализацию этого проекта порядка 100 миллионов будет потрачено в этих 37 муниципальных образовательных учреждениях. В основном львиная доля средств будет потрачена на решение противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности и, конечно, капитального ремонта. Система пожарной безопасности столичной гимназии номер 7 давно нуждается в обновлении. Помимо этого, обработка чердачных помещений, не хватает камер видеонаблюдения, капитального ремонта, особенно корпуса 1983 года. Это прежде всего обработка чердачных помещений в случае пожара, ограждение по периметру кровли. Это у нас установка дополнительное, значит, видеонаблюдение наружное и внутреннее, которое у нас не хватает, их у нас мало. По текущему году задача поставлена, и об этом знают все главы муниципалитетов, в августе месяце до начала учебного года завершить ремонтные работы, чтобы не мешать учебному процессу. Луиза Раджабова, Хадижа Каддиева, Шахрудин Халида, в новости ННТ, Махачкала. Российских студентов и школьников будут проверять на употребление наркотиков. Соответствующий законопроект уже разработали в Министерстве здравоохранения. Порядок процедуры пока разрабатывается. Скорее всего, ее будут проводить во время ежегодных плановых медосмотров. Если результат окажется положительным, будет решаться вопрос о постановке лица на учет к наркологу. Такая мера, считают в Минздраве, просто необходима. В стране с каждым годом растет число наркоманов, и такой шаг позволит бороться с распространением запрещенных веществ среди несовершеннолетних. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. С каждым годом возрастает численность транспорта и, соответственно, движение на дорогах становится все более интенсивным. И потому нелегкая работа инспекторов крайне необходима. О том, как отметили туда-то дагестанские сотрудники ГИБДД и ветераны ведомства Камиль Девятов. В Махачкале в управлении республиканского ГИБДД прошло открытие мемориала, посвященного памяти погибших сотрудников. В открытии приняли участие министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров. Профессиональный праздник отличившихся сотрудников госавтоинспекции глава дагестанского МВД пошил знаками отличия, наградами и грамотами ведомства. Также свои награды получили и ветераны службы. То, что работа ГИБДД важна, наверное, бесспорно. И именно так мы относимся к этой службе. Это очень важная служба. Возможно, в плане выполнения вот сиюминутных задач по обеспечению безопасности. Это самая важная служба республики Дагестан. Государственная автоинспекция была создана 3 июля в 1936 году. И по сей день сотрудники ГИБДД ответственно следят за безопасностью на дорогах по всей стране. Регулируют движения, ловят нарушителей и приходят на помощь. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Росельхознадзоры ищут опасных вредителей. Обследование проводится методом сплошного осмотра растений. Ловушки направлены на выявление томатной моли и на комплекс сосущих вредителей, в числе которых табачная белокрылка, трипсы и потенциально опасный вредитель коричнево-мраморный клуб. В случае выявления подозрительных организмов необходимо сообщить в управлении Росельхознадзора по республике. Мониторинг с помощью ловушек проводится в садах и виноградниках, в теплицах и складах, в лесах и парках. На сегодняшний день использовано более 5000 ловушек. На данный период чрезвычайно опасно является коричневый мраморный клуб. Для его своевременного выявления в республике в этом году задействовано около 500 ловушек. Они вывешиваются в местах массового скопления людей. Дагестан приступил к уборке озимых зерновых культур. Первыми на поля вышли земледельцы Бабаюртовского района, где в этом году самые высокие показатели урожайности в республике. В среднем с одного гектара там собирают в пределах 35 центнеров зерна. О том, как летние проходят работы на плодородных землях Бабаюртовского района, расскажет Патимат Ханапова. Пшеница, она же царица полей, в Бабаюртовском районе в этом году родилась на славу. Ветвистые колосья сорта тани и гибрида третикали радуют глаз. Ими осенью прошедшего года в хозяйстве колос было засеяно около 60 гектаров пашни. Средняя урожайность, по приблизительным оценкам специалистов, около 35 центнеров с гектара. Для Дагестана это хороший показатель. Однако так было не всегда. На три года сеяли рыс, земля была соленая, но после рыса соль смылась и благодаря этому урожайность такая. На других участках есть похуже чеки, есть получше, но все озимые засеяны на рысовых чеках. Для шофера Руслана такая экстремальная жара в работе не помеха. А в уборке задействованы новые тракторы и комбайны. На многофункциональном полейсе за один рабочий день Руслан и Бузов успевают собрать урожай почти с 25 гектаров. 20 лет работаю комбайнером. Раньше работал на Ниле, не так уж было, там 7 гектаров косили. Сейчас уже гектаров 20-25 даже можно косить. Удобно комбайнер работать, внутри консеренера все, комфортно. Неплохо складывается ситуация и на рисовых плантациях Бабаюртовского района. Именно под нее в последнее время и отводится значительная часть пашни. Развитию рисоводства способствует проводимая в эти годы работа по очистке магистральных растительных каналов и миллиаративных сетей. В основном мы наблюдаем на багарных землях маленький процент выхода урожайности, потому что были аномальные жары, засуха была. А вот мы сейчас находимся в Бабаюртовском районе, это хозяйство у Колос, где есть соответствующий миллиаративный комплекс, где подается вода. Сегодня для интереса специалистами мы смотрели здесь, вообще потерь, можно сказать, нет и качественная техника. Хороший урожай в хозяйстве Сокола – это не простая случайность, а итог долгого, кропотливого и добросовестного труда. Это правильный подход специалистов к посевам, это и обеспечение земель соответствующим агрокомплексом, это снабжение пашни водой, новой техникой, что является довольно тяжелой и достаточно дорогой работой. Патимат Ханапова, Шахрудин Халидов, Меседу Магомедова, новости ННТ, Бабаюртовский район. Это все к этому часу, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова